Друзья, всем привет! Вы на канале WorkWorld. Возможно, вы это видео смотрите первый раз, так же, как и мой канал. Поэтому для вас я представлюсь, ну и те, кто меня, возможно, смотрели, но не знал, кто я такой. Я Андрей из канала WorkWorld. Это мой канал, который я веду. Я работаю с заграницей, либо с заграничными странами, не находясь там уже около 8 лет. Поэтому я знаю о странах намного больше, чем кто-либо другой, даже те, кто работают в компаниях и отправляют на работу. Почему? Потому что я сам езжу, сам работаю за границей, сам бываю в этих странах и на своей шкуре, так сказать, всю эту информацию впитываю, воспринимаю и предоставляю ее вам уже на своем канале. Сегодня я бы хотел разобрать такую тему, которую немногие могут разобрать, потому что немногие работали в Корее, в Израиле и могут сделать такую сравнительную картину. В основном что-то или-или выбирают или Израиль, или Корею. Я же в этом случае был и в Израиле, и работал в Корее. Поэтому для тех, кто выбирает, куда поехать, какую страну выбрать, это видео для вас будет очень актуально. Мы разберем такие вопросы, как каким гражданам, в какую страну можно приехать. Потому что не всем национальностям можно приезжать в какую-либо из этих стран. Также разберем зарплаты, квартиры, жилье, проживание. И вообще, в принципе, сколько выйдет вам поездка, допустим, в тот же Израиль и в Корею. Разберем какие-то минусы, плюсы. Ну и в принципе, я думаю, в конце этого ролика вы сами сделаете вывод для себя, куда вам лучше поехать, когда откроют границы. Поэтому, друзья, давайте смотреть. Обязательно поставьте лайки, потому что эта информация практически уникальна. Я даже не знаю, есть ли подобного плана или нет. Я не смотрю YouTube по данной тематике, я сам создаю эти ролики. Поэтому, приятного просмотра, мы начинаем. Итак, друзья, давайте с вами разберемся вместе, какие граждане, каких национальностей могут приехать в Израиль или в Корею. Если у вас нету списки, значит, я не могу вам помочь. Поэтому только граждане, которые, ну, про которых я сейчас буду говорить, только вам могу помочь приехать в Израиль или в Корею. В Южную Корею я могу помочь гражданам Казахстана и России. Всем остальным, к сожалению, я не могу помочь, потому что у Казахстана и России есть безвизовый въезд, ну, как туристы, можно так сказать, в Корею. И поэтому это все облегчает процесс подготовки и сбора документов. Потому что, если у вас, вы, допустим, из Кыргызстана, и вам нужна виза, то ее очень тяжело получить. Там нужно дофига справок собрать, чтобы получить тур, визу. Там надо справки о доходности, сколько у вас на счетах, справки с работы. В общем, это все тяжело собрать. Единственное, вам можно поехать в Корею, допустим, сделав рабочую визу или сделав визу по лечению. Бизнес-визу также можно открыть, визу на обучение. Но я этим всем не занимаюсь. Если буду заниматься, то я обязательно выложу это видео, но на сегодняшний день нет. Поэтому я помогаю в Корею ехать только гражданам Казахстана и России. Идем далее. В Израиль. Кто может попасть в Израиль? В Израиль могут попасть граждане Российской Федерации, граждане Украины и граждане Беларуси. Потому что у нас также безвизовый въезд на территорию Израиля. А все остальные, даже вот Казахстана граждане, вы, к сожалению, не можете по безвизу попасть. Поэтому, если вы планируете сделать, допустим, туристическую визу, то у вас это займет очень много времени, денег, сил. И вероятность того, что вы попадете работать в Израиль крайне мала. Объясню даже почему. Ну, банально, я был и жил в Израиле и я не встречал просто на работе казахстанцев, казахов. Понимаете, да? То есть и все остальные национальности из вот этого азиатского округа я также не встречал. Поэтому складывается одно простое решение, что вам просто лучше тогда не зазариваться туда, если у вас нет гражданства Российской Федерации. Идем дальше. Сроки пребывания. Сейчас я говорю о тех сроках, которые были ранее. Ну, они сейчас подкорректировались, но когда все вернется назад, пандемия закончится, то все вернется как было. Поэтому граждане Казахстана в Корее могут приехать на один месяц по безвизовому режиму. Граждане России на два месяца по безвизовому режиму. Далее. Если вы, допустим, хотите в Израиль, то граждане Украины, по-моему, на один месяц, граждане Белоруссии на два, и граждане Российской Федерации на три месяца по безвизовому въезду. Могут находиться на территории Израиля. Вот. Что еще могу отметить? Если вы хотите остаться надолго, к примеру, да? Вот те перечисленные группы, так сказать, граждан других стран и Российской Федерации. Если вы хотите остаться в Корее надольше, нужно сделать визу G1. Виза G1 дает право остаться в Корее, ну, где-то до двух с половиной, трех лет. Все зависит от того, насколько грамотно будут составлены документы на подачу на беженство, так сказать. Но виза G1 – это не само беженство, это только лишь, как бы, его первостепенная часть. То есть вы только подаете документы на беженство. То есть это не будет считаться беженством, это только подача. Затем через два с половиной года вам придет отказ, что вы, ну, как бы, не получаете вот это беженство, статус беженца. И вы уезжаете, и получается, вы были два с половиной года практически никем. И ни туристы, ни беженец, то есть вы никто, получается. Это кайф, потому что в своей родной стране, ну, вы как бы так же никто, ну, я имею в виду, вы не предавали свою родину, понимаете? По поводу Израиля, там даются белые и синие бумаги. На белые можете не рассчитывать, это прям очень серьезный такой статус, это прям легальный-легальный. Все в основном рассчитывают на синюю бумагу. Синяя бумага дает право находиться в Израиле, ну, примерно 2 года. Единственный минус для граждан Украины, это уже как несколько лет назад отменили синюю бумагу, для граждан Российской Федерации в прошлом году, в декабре отменили, а для граждан Беларуси пока на сегодняшний момент есть шанс получить синюю бумагу, что я вам советую сделать, если вы хотите заработать себе на квартиру без проблем за год, за полтора. Это вполне реально сделать синей бумагой. Идем дальше. Дальше, давайте теперь выберем, какую страну выбираем из легкости пути и дешевизны пути. Смотрите, давайте разберемся. В Корею, да, к примеру. Я советую ехать в Корею, конечно же, дальневосточником. Ну, то есть, средняя полоса России, вот, очень много людей ездят с Красноярска, с Новосибирска, вот, оттуда. Вот это прям такая пограничная черта. Возможно, что кто-то, там, ну, там, ближе Москвы летит до Новосибирска и уже с Новосибирска вылетает. Может быть, такой план. Но просто с Новосибирска огромное количество людей вылетает или с Красноярска. Вот. Поэтому, смотрите, по поводу билетов, да, дешевизны. В принципе, если вы находитесь в середине России, то, грубо говоря, вам что до Израиля, что до Кореи одинаковое расстояние, соответственно, по деньгам. С Дальнего Востока, естественно, конечно же, намного выгоднее, потому что билет до Кореи стоит от 6 до 12 тысяч, если с багажом. Вот. Поэтому по поводу билетов вообще изи. По поводу каких-то документов, денег с собой. Денег с собой как в Израиль, так и в Корее одинаковое количество. Я советую брать 500 долларов, потому что, ну, блин, если ехать с меньшим количеством денег, то это сразу вопросов куча. Также, когда я подготавливаю пакет документов, я делаю справку о том, что у вас еще на счетах есть долларовые средства, которые вы также, ну, якобы берете с собой. Вот. Это все делается там через банковские карты. Поэтому у вас уже не 500, а 1000 долларов. Возможно, даже больше там делается в зависимости от суммы, которую напишем с вами в документах. Ну, и суммы, которые вы располагаете. Идем дальше. По поводу самих трат, да, на первое время. Смотрите, в Корее агентские не платятся сразу же. За квартиру тоже, как правило, сразу же не платятся. Нужны деньги на дорогу, на еду. То есть, когда вы приезжаете, ну, грубо говоря, вам на первое время, вот если так, по серьезным таким, ну, как бы, тратам, да, ну, на одежду надо будет потратиться. То где-то около 15 тысяч на первый месяц, да, вот по еде, траты по одежде, какие-нибудь, может, симки купить. В Израиле примерно такая же система. Еда, ну, еда только дороже выйдет. То есть, первый месяц вы где-то около 30 потратите на еду, какую-то одежду. Вот, это только внутри страны. Потому что, ну, первый месяц, соответственно, у вас зарплаты нету, она только же в конце месяца, вам же надо что-то кушать и так далее. Вот, поэтому в Израиле много выше траты. Ну, и все, как бы. Естественно, вылет из Москвы, к примеру, в Тель-Авив, будет стоить в районе 10-12 тысяч, если с пересадкой в Турцию. Потому что прямых рейсов очень мало. Это либо Кипр, либо Турция. Есть, конечно, прямые рейсы, но они также будут стоить 10-12 тысяч, если там с багажом. Я, помню, летал за 6. Вот, как-то так. Так, поэтому, если, кстати, вам понадобятся билеты, вы не знаете, как покупать билеты, то есть вам нужна полностью подготовка, да, не только документов для того, чтобы приехать в Израиль или в Корею, там, выходные работодатели, но еще и помощь с покупкой билетов, помощь с рекомендацией, с оставлением маршрута, да, как вам перемещаться, двигаться. Все тоже пишите мне, я вам со всем помогаю. Итак, давайте теперь, я думаю, с этим понятно, соответственно, если с Дальнего Востока лететь в Израиль, сразу готовьте котлетку, потому что только до Москвы там билеты стоят по 15 тысяч. Еще оттуда около 5-10. Соответственно, и наоборот, если с Москвы, ну, с Москвы, кстати, чуть-чуть попроще в Сеул лететь, как ни странно, потому что есть прямые рейсы в Сеул. То есть, если с Дальнего Востока вообще нереально улететь, да, в Израиль, то с Москвы вполне реально за 1030 через, даже за 23 с багажом через Турцию в этот, да. Я очень часто отправляю людей с Москвы именно летать через Турцию, либо через Арабские Эмираты. Вот. В принципе, 23-25 тысячи билет стоят. Итак, идем дальше. Дальше, самое главное, выбор, через кого ехать. Сравнение агентств, да, давайте сравним. Ну, то есть, по-любому, у каждого заградется такой вопросик, через кого поехать. Через агентство, через, возможно, людей, да, которые, как бы, вроде работают, ну, и сами на себя, но они, как бы, без документов, без каких-то справок, да, возможно, это не юридические лица. То есть, через кого вам ехать. Вот сейчас я хочу на этом заострить большое внимание. У меня есть отдельные выпуски. Здесь где-то появятся. Это как обманывают агентства. Там вы более подробнее ознакомитесь с тем, о чем я говорю. Сейчас я просто сделаю вам такое небольшое сравнение. Итак, давайте сравним, если вы едете через какую-нибудь компанию и их агентство, и если вы поедете, к примеру, через меня, ну, потому что я же не могу, там, за каких-то других блогеров, потому что я, в принципе, не знаю таких блогеров, которые работают, отправляют. Ну, вот, реально, мне это неинтересно, потому что я создаю свой, как бы, продукт, свой концепт, поэтому мне неинтересно следить за чем-то другим, там, введением YouTube-каналов, Instagram-аккаунтов и так далее. Вот, смотрите, агентства. Разберем их. Есть агентства, которые отправляют в Израиль, есть агентства, которые отправляют в Корею. Их очень много, большого количества. Есть даже офисы и полная, так сказать, структура работы этих организаций, которые от и до, как бы, из дома, там, в Израиль, там, или в Корею отправляют, встречают, провожают, сопровождают, там, документы готовят, все делают. Но, у них есть два минуса. Первое, три минуса. Первое, компания берет большие деньги, очень большие деньги. Второе, компания предоставляет как можно меньше качественных услуг, то есть, если встреча, то это, к примеру, в каком-нибудь обычном пазике, ну, чтобы экономить. Если говорят, что мы вас там расселим, да, там, на какие-то места, то это такие места, где будет большое количество людей жить, потому что, опять-таки, экономия на людях, да. Ну, чем больше людей живет в квартире, тем круче. Ну, им, потому что люди больше денег платят за квартиру, они меньше платят за квартиру, соответственно, еще и себе успевают забирать деньги. Также они мухлют с тем, что зарплаты говорят, что, ну, то есть, там, зарплаты, допустим, в Израиле платят, там, 3000 долларов, они говорят 2000 долларов. Ну, то есть, как-то так. То есть, очень много где обмана присутствует, потому что они чувствуют себя какими-то монополистами. Люди, типа, глупые, не разбираются в этом. Те, кто разбираются и смотрят мой канал, вы уже делаете шаг к тому, чтобы разобраться, сколько же реально по факту зарплата. Те, кто люди, которые звонят сразу напрямую в агентство и не разбираются, там, на YouTube, не смотрят, они просто как бы ведутся, как глупые дети, потому что им говорят 2000, все, они едут. А по факту у них могла бы быть зарплата 3000. Еще один минус, который я могу отметить, это то, что компании предоставляют информационные услуги, это главное. То есть, по факту они предоставляют услуги такие же, как и у меня. То есть, я к чему говорю, что я предоставляю информационные услуги, да, вот я говорю об этом и так далее, но я ничего не веду скрытного, латентного, я говорю как есть. То есть, эти компании предоставляют такие же информационные услуги, но они скрываются под договорами. То есть, они говорят, у нас договор, у нас все официально, у нас официальное трудоустройство, у нас там все на договорах, типа, по договору мы у вас трудоустроим, обязаны там и так далее. Но по факту это информационные договоры, если вы куда-то пойдете устраиваться, да, в Израиле, там, в Корее, можете выкинуть этот договор. Договор, единственное, знаете, для чего этот договор составляется, это для того, чтобы обезопасить компанию. Компания создает себе безопасность тем, что вы подписываете этот договор. Это не вы создаете себе безопасность, подписывая договор, это компания создает себе безопасность, потому что компания работает как юридическое лицо, по идее, с нее можно спросить. Но так как вы подписываете договор, в котором написано, компания предоставляет информационные услуги, соответственно, вы не можете ничего с компанией спросить, потому что, ну, компания предоставила вам услуги, она не предоставляет вам работу, она не обязана предоставить вам зарплату, жилье, проживание, комфортные условия. В договорах это ничего не прописано, понимаете? Компания предоставляет просто информационные услуги, поэтому, подписывая договор, вы просто подписываете себе приговор о том, что компания не несет никакую ответственность по отношению к вам. Все довольно-таки просто. Говорю, что такой договор это бессмысленная какая-то липа, и они так кидают людей. Вот, соответственно, если разбирать меня, да, я не предоставляю никакие договоры, потому что, ну, это, это липа. Ну, смысл мне обманывать вас и составлять договор. Я создам такую же липу, зачем мне это? Вот, поэтому я надеюсь, что вы, люди, не глупые и разберетесь в этом, что смысл подписывать липовый договор и не подписывать договор. Если то на то и выйдет, вы все равно не сможете, даже будучи владельцем этого договора, предъявить кому-то что-то, понимаете? Вот, поэтому отбрасывайте это как плюс, это не плюс. Ну, знаете, вот эти люди, которые пытаются обезопасить себя трудовыми договорами и еще чем-то, отбросьте, это вообще никакой не плюс в данной ситуации. Это ваш минус, потому что официально вы никак не заберете свои деньги, потому что вы подписали договор. А теперь давайте поговорим о том, как компании, тоже вкратце, вообще, в принципе, работают. И сравнение со мной, да, к примеру. Смотрите, у компании, не путайте агентства и агентов. Агентства это те, это компании, которые находятся на вашей территории, да, в Казахстане, в Украине, в Беларуси, в России. Агенты это люди, которые никак не связаны с компанией, они как бы работают сами на себя, но ответственны за, ну, за, как бы, оказание услуг компаний. И агенты живут в Корее или в Израиле. Вот. Просто это сотрудничество такое. Итак, у каждой компании есть свой агент. И, допустим, есть такой агент, как Сабина. Многие её знают, те, кто были в Израиле. И я думаю, у вас крайне негативные отзывы. Возможно, у кого-то позитивные. Я не буду об этом сейчас разговаривать, выяснять. Но я могу сказать точно, что если вы поедете от Сабины, то не ждите хороших условий. Не ждите хороших зарплат. И не ждите ничего хорошего, потому что там просто идёт на поток. Просто людей гонят на поток. Селят в уродские квартиры. Там, где нужно жить вдвоём, селят четверо, шестеро. То есть, в трёхкомнатной квартире может быть и 12, и 14 человек. Всё потому, что экономия. Но у вас нет никакой экономии, если вы едете на Сабину. Почему? Потому что вы платите, как ни странно, за квартиру ещё даже больше, чем те, кто живут по 2 человека в комнате. Такие правила вот у них и всё. То же самое, если вы будете работать на Сабину. Если зарплата была бы у вас с другим агентом, допустим, 3000 долларов, то Сабиной у вас будет 2200. Потому что Сабина берёт больше денег себе и агентских. Понимаете? То же самое касается каких-то выплат, подготовки синих, белых бумаг. За всё это вы платите в несколько крат больше денег, если поедете именно от неё. Вероятность, что вы поедете от неё практически 70-70%. Потому что все компании работают с ней. Она очень крупный игрок. И поэтому она диктует свои правила. Забирает зарплаты, забирает то, забирает то. И вы сами попадётесь на мушку, если поедете от каких-либо компаний. Потому что они все сотрудничают с ней, грубо говоря. Вот. Она как монополист, грубо. В Корее, да? В Корее есть такой игрок, как бег. Возможно, тоже его знают очень много людей, которые ездили от компании. Вот. В частности, компании Корея Сибирь. Я не буду ничего об этой компании говорить. За это скажут комментаторы. Я надеюсь, вы напишите своё мнение об этой компании. А те, кто не в курсе, прочитают в комментариях, что вы думаете об их агенте-менеджере и о компании Корея Сибирь в комментариях. Но скажу сразу, что та же самая схема. Если вы поедете, к примеру, от обычных каких-то, да, агентов, ну, допустим, в роли меня, да, что я вам буду помогать. И в сравнении с ними, то, во-первых, вам будут врать насчёт квартир. То есть, к примеру, если квартира будет стоить 100 тысяч вон, с вас будет брать 200 на 6 тысяч дороже. То же самое с встречей в аэропорту. Если я не говорю, что я встречаю в аэропорту, но я полностью сопровождаю. То есть, там, звонками, смс-ками или мои менеджеры связываются с вами и сопровождают. То они говорят, мы сопровождаем и берут 100 долларов за сопровождение. То же самое касается и зарплат. Если вы работаете на Бека или там Корея-Сибирь, Корея-Центр, без разницы. То же самое касается и зарплат. То есть, допустим, зарплата 2 миллиона, а вам будут говорить 1 800 000 и 200 000 просто забирать себе. Вот так. С моей же стороны такого нет. Почему? Потому что я вам предоставляю контакты моих менеджеров, и вы работаете напрямую с менеджерами. Я уже, когда вы попадаете в Корею, к вам никакого отношения не имею, кроме каких-то спорных моментов решать. С этими агентами, которых я вам передал. То есть, если вам что-то не устраивает, я связываюсь с агентом, решаю этот вопрос. Но на какие-то там ваши зарплаты я не претендую. Я даю вам полную свободу выбора. И еще смотрите. Когда вы едете от компании напрямую, в Израиль или в Корею, вы полностью зависимы от компании, потому что вы как зеленый огурчик, который не знает ничего, боится что-то сделать, какие-то ошибки. Поэтому вы привязаны. То есть, вам говорят... Во-первых, у вас нет выбора работы практически. Вам говорят, вот два варианта есть, едешь-не едешь. Хочешь работать, не хочешь. Потому что вас загоняют в такие условия, где вы вынуждены работать. Потому что у вас уже там висят, знаете, там 30 тысяч или 100 тысяч за трудоустройство, билеты, то-то, за квартиру, за плати, за жилье, за все плати, плати, плати. И вы понимаете, что у вас выбора нету и вам просто приходится работать на компанию. Вот. С моей же стороны. Я вам помогаю полностью уехать в Корею, в Израиль. Составляю все документы необходимые. Сопровождаю вас видеозвонками или голосовыми сообщениями. Вы фотки присылаете, где мы находимся. То есть, полностью сопровождение идет онлайн. Естественно, я вас не встречаю. Потому что, сами понимаете, что как я могу встречать людей, когда это же на вашем кармане скажется. Мне проще вас будет сопровождать так. Либо это делать будут мои менеджеры-агенты, которые полностью вас сопроводят с аэропорта до вашей работы новой и жилья. Вот. Поэтому я вам предлагаю полностью альтернативный вариант. Вы приезжаете в аэропорт, вас сразу же сопровождают и говорят вам, на какую работу вы хотите. Если вам не нравится вариант, вы звоните другому менеджеру и у него узнаете варианты работы. Вы работаете уже напрямую и вы сами ответственны за свою жизнь. Это кайф. Да, это возможно сложно, но таким способом вас никто не обманет и никто не заберет вашу зарплату. Когда вас устроят на работу, вы будете напрямую работать с Саджаном и Саджан будет выдавать вам зарплату. В Корее Центр, в Корее Сибирь и в других работах в Израиле вам, к сожалению, таких условий никто не даст. Вам зарплату будут платить не израильтяне, не корейцы, а вам зарплату будут платить ваши агенты. Понимаете? То есть, они могут делать с деньгами все, что хотят. Это следующий момент. Поэтому, я когда вам скидываю контакты, вы уже работаете напрямую, ну, трудоустраивайтесь. В чем? Это просто одна сплошная ваша выгода. Итак, идемте дальше. Давайте теперь сравним работу, зарплату, цены на жилье, на еду и так далее. Итак, смотрите. Если вы рассматриваете поездку в Израиль, то примерно рассчитывайте, ну, естественно, от меня. Я уже не говорю ни за какие там другие. И смотрите, давайте с квартиры начнем. За квартиру нужно заплатить где-то около 900 тысяч шекелей. То есть, это примерно 15-18 тысяч рублей за очень хорошее комфортабельное условие. Это две кровати в комнате, это три комнаты там в трехкомнатной квартире. Это шесть человек на 80 квадратных метров с кухней, с хорошим залом и так далее. И мой агент только в такие квартиры заселяет. Это, ну, так сказать, его вот такое вот... Ну, так вот он работает. Предоставляет подушки, одеяло, то есть, все предоставляет. Посуду, если надо, да, какую-то покупает. Возит, встречает, сопровождает. Там где-то доллары поменять, где-то еще что-то, где-то прикупить и так далее. Симку покупает, там, все это. То есть, делает полностью ваше сопровождение. Более комфортабельным, трудоустраивает на работу, решает какие-то ваши все вопросы, проблемы. Впрочем, это то, что нужно. Если Корея касается, да, тут вы немножко самостоятельный, потому что агент с вами не будет возиться. Вот он вас довез до места, показал, рассказал. Все, вы остаетесь там, вы уже с Саджаном решаете сами все свои вопросы. Но в Корее люди довольно-таки хорошие, и как раз-таки они вам и помогают решать ваши вопросы. Никто никого не пытается обмануть, там, по зарплате. Да, бывают такие, когда они ушлят, но это бывает очень редко, и все решается звонком агенту, и он решает все вопросы. Вот. Как правило, все честно происходит. Ну, по крайней мере, у меня так. Я не знаю, за другие фирмы, потому что там реально происходит какой-то обман. Но не повсеместно, тоже какие-то частные случаи. Итак, давайте... А, ну, по поводу квартиры, да, в Корее в чем плюс? Жилье от работы в 50% случаев дается бесплатно. Еще в 50% случаев вас поселяют либо в комнаты, либо в квартиры, где уже так же живут другие люди. И вам говорят всего лишь платить 100-150 тысяч вон. Это примерно 6-10 тысяч рублей за квартиру, комнату. Ну, естественно, жить с кем-то еще. По поводу жилья в Корее или в Израиле у меня есть видео, я никого обманывать не собираюсь. Жилье разное. Ну, как бы, вы можете выбрать вообще лакшери условия, снимать отдельно ванрум какой-нибудь, да, и платить за него там 15 тысяч рублей. Но это будет ваша индивидуальная комната. Там 18 квадратных метров, к примеру, и вы там будете жить. Почему нет? Кайф, кайф. Вот, поэтому там видео, жилья, еды, продуктов, все будет у меня на канале. Я где-то, может быть, здесь ссылочки оставлю, можете посмотреть. Итак, идем далее. Давайте сравним зарплаты, цены. Зарплаты в Израиле выше зарплаты намного, чем в Корее. В Израиле средняя зарплата, наверное, 150 тысяч, причем разницы нет. Женщина вы или мужчина 150 тысяч примерно средняя зарплата. Если в Израиле в чем еще кайф? В том, что если вы специалист, допустим, вы специалист, каменщик, бетонщик, штукатурщик, маляр. Короче, все, что связано со стройкой, вот специалист по стройке. Бетонщик, арматурщик, у вас зарплата будет от 200 тысяч рублей сразу же. Вот. И если вы также, допустим, белорусы, сделаете синюю бумагу, то тоже вам можно рассчитывать на 1200 зарплату, 180-200, потому что вы будете работать, ну, как полуофициально, да, не как гражданин Израиля, но у вас будут там всякие коэффициенты, всякие ставки, всякие ночные смены, выработки, все будет вам считаться в полной мере. Вот. Идем дальше. В Корее. В Корее зарплаты примерно у девушек 80-100 тысяч, у парней 100-120. Это средние зарплаты, когда курс невысокий. Я не говорю про высокий курс, это вот такой обычный курс. То есть вот на сегодняшний момент средний это 140 зарплата. Тут уже идет повышение зарплаты, если вы делаете визу G1, потому что вы можете устроиться куда-то на завод, на хорошее место. Тут уже имеет место знание корейского языка. Если вы хорошо знаете, то можно найти работу получше. И знакомства, и плюс какие-то, возможно, агенты, которые могут предоставить вам работу. Ну, то есть я вам даю агентов, я имею в виду, чтобы вы с ними связь поддерживали, и как только выстреливает какая-то хорошая вакансия, чтобы вы были с ними на связи и смогли сразу же уехать. Вот. Тут можно уже рассчитывать на 180 тысяч рублей зарплату. Но в чем прикол, это идем дальше. Еда. Еда в Израиле дороже, чем в Корее. Вот. Ну, типа вот прям существенно дороже. То есть это прям тысяч 30-40 надо на одного человека тратить. При условии нормального сбалансированного питания, яйца там, рыба, фрукты, овощи, то есть все такое. Но это самостоятельное питание. В Израиле, как правило, не кормят. На заводах есть столовые. Но если вы не на заводе, то нету столовых, вы питаетесь самостоятельно. Еда в Израиле дорогая. Допустим, какие-нибудь бургеры, там, что-то такое будет выходить по 700 рублей. Это за один подход. Очень дорого. Я питался самостоятельно, то есть я готовил себе все сам. Ну, и все равно мне выходило-30-40 тысяч рублей в месяц на еду. Вот. Это прям при условии, что я прям готовил. Я прям готовил постоянно. Вот. В Корее, ну, там зарплаты выше, да, помните? В Корее практически все питание бесплатно. То есть вас кормят 2-3 раза в день на работе. Либо, допустим, вы, если живете, да, где-то у Саджана, то вы самостоятельно просто кормитесь. То есть он привозит вам продукты, и вы 2-3 раза в день там кушаете на обедах, завтраках, ужинах. Еще также, если, допустим, питание... Ну, блин, такого не бывает. В Корее прям везде питание входит. Везде вот. Если вы работаете, питание входит. Допустим, если в какой-то день вы не работаете, да, к примеру, вы питаетесь самостоятельно, то тут цены на продукты, как в России. Чуть-чуть дороже, чуть-чуть дороже. Те, кто живут на Дальнем Востоке, вот цены как на Дальнем Востоке. Прям один в один. Цены на Западе России чуть-чуть дешевле, чем на Дальнем Востоке. Я вообще сейчас не беру какой-нибудь Сахалин, потому что там вообще цены в космос идут. Там вот цены как в Израиле. Вот. Поэтому, если вы, допустим, с центральной части России, там с Москвы, то особо вы не заметите прям какую-то такую большую разницу в ценах. Если вы поедете в Израиль, то вы прям ощутите разницу, да, и вы прям будете довольно-таки много тратить. Поэтому цены на еду в месяц, если питаться частично на работе, да, процентов 70 и 30 дома, ну, или там 50 на 50, короче, где-то выйдет до 15 тысяч рублей в месяц. А где-то вообще трехразовое питание. Вот, допустим, он в солнечных батареях работал. Трех- или четырехразовое питание было, еще есть и чай, там взять чамы. Вот. Поэтому практически на еду вы вообще не тратитесь. Вот. Ну и, соответственно, в Корее зарплата чуть ниже, но зарплата компенсируется едой. Дешевой едой. Понимаете? Поэтому я могу сделать следующий вывод, что если вы не специалист какого-то профиля, если вы просто готовы работать руками и учиться и языку и так далее с нуля, то примерно у вас будет средняя, как бы, ну, сальдо, да, между зарплатой и расходами. Доходы и расходы, сальдо, вот это у вас будет примерно одинаково. Что в Корее, что в Израиле. Примерно одинаково будете получать. Ну, вычет еду, продукты, жилье, зарплата. Вот примерно вот эта вся разница будет одинаково. Что в Корее, что в Израиле. Парадокс? Парадокс. Вот. Ну и давайте в конце поговорим о плюсах и минусах работы в Корее и в Израиле. Смотрите. Ну, я тут отдельно вывел пункты. Итак, квартира плюс или минус? Смотрите, квартира в Корее это плюс, потому что квартиры в Корее очень дешевые. Прям максимально дешевые. Во-первых, там почти 50% работ это предоставление квартир. Даже 70% предоставление квартир. Либо бесплатно, либо платно. Ну, за такую смешную цену, типа, 6 тысяч рублей, либо 9 тысяч рублей в месяц. Понимаете, да? 100-150 тысяч. Вот. Минус, да, какой я могу отметить? Это то, что, как правило, когда вы будете снимать за 6-9 тысяч рублей, либо бесплатно, вы будете жить с кем-то. Если вам не подходит, тогда вам нужно будет снимать за 1018 какой-нибудь ванрум. Все довольно-таки просто. Снимается это тоже очень просто. Итак, по поводу квартир в Израиле. По поводу квартир в Израиле. Я отмечу это тоже как плюс, потому что высокая зарплата, квартиры недорогие, если жить на подселении. Самостоятельно снимать довольно-таки дорого. Будет это как раз минус. Но, если ехать через моего агента, да, через меня, то это плюс, потому что 900 шекелей будет оплата квартиры. Может быть, тысяча. Я не знаю точно, это же, ну, все меняется. Ну, средний 900 шекелей. То есть, это где-то 15 тысяч рублей. Ну, где-то так. Я считаю, это нормально. За комфортабельные условия жить в комнате, кухня, все, зал есть, телик есть. Что еще надо? Вот, дальше идем. Еда. Да, еда в Корее это огромный плюс, потому что она либо дешевая, ну, любые подселения, да, там в ресторанах даже, ну, там, покушать пасту вкусную, это 500 рублей. Там, допустим, пойти в Мак покушать, да, там, ну, хочется бургеров. Это тоже рублей 450. Понимаете? 450 рублей, ну, там, 5 тысяч вон, 6 тысяч вон. То есть, это реально 350-400 рублей в Маке покушать. Сет. Как в России, блин. Я даже помню, за 250 рублей брал сет. Хороший причем. Вот. В Израиле это минус. Еда это прям минус. А, ну, еще в Корее плюс, потому что бесплатная кормежка на работе. В Израиле это прям минус. Это прям жесткий минус. Потому что еда в супермаркете дорогая. Еще я заметил такой минус. Почти нет столовых. То есть, вот я на сколько там был. Говорят, есть столовые. Но даже если они есть, это не повсеместно. В каких-то городах нет. Это вот, где я жил, не было. Вот. Еда дорогая. В том же Маке покушать рублей 600 минимум. Так вообще 900. Вот. То есть, блюда такие достаточно дорогие. То есть, там, к примеру, взять какую-нибудь там шаурму и так далее. Еще что-то будет стоить где-то 30-40. Ну, 35 шекелей где-то. Ну, это реально рубля 700. Вот. Это прям, ну, многовато, я считаю. Поэтому на еду в Израиле будут уходить довольно-таки большие денежки. Погода. Давайте разберем погоду. То есть, сезонность. Я считаю, Корея это плюс. Вообще, в принципе, в целом. Погода очень хорошая. Весь климат практически ровный. Хороший. Единственный минус по погоде могу отметить. Это июль. Это очень сильные дожди. Бывают с переходом на август. Прям вообще топит жестко. То есть, это к чему? К тому, что вся работа в основном в Корее на улице. То есть, это либо вы что-то строите на улице. Либо вы собираете урожай какой-нибудь. Либо сеете. Даже если на заводе у вас работает, а тоже на улице. Потому что, не знаю, почему-то в Корее все на улице. Заводы могут быть настолько открыты. Да? То, что даже если вы в каком-то якобы помещении, то без окон, к примеру. То есть, вот в Корее прямо работа, грубо говоря, почти 80%, может даже 90% это все на улице. Солнечные батареи вы на улице строите. Да блин, все, что вы делаете, это все улица. В Израиле наоборот. Все, что вы делаете в основном помещение, кроме стройки. По факту. Вот. Поэтому погода влияет очень сильно в Корее. И вот как раз, когда дожди идут, вы практически не работаете. Ну, сами понимаете, дожди прям как тропические. Прям просто хреначат очень сильно. С ветром прям топит прям улицы. Вот. Это минус, конечно. Вот этот июль, август, июль, июль, август, прям вообще капец. В августе еще добавляется жара. Прям очень жарко. Ну, типа 35 градусов вот так вот в августе. Вот. Поэтому август такой прям вообще либо дождливый, либо жаркий. Нереально. Все остальное это круто. Зимой там плюс 5, плюс 10, плюс... Ой, минус 5, минус 10 погоды зимой. Нормально. Вот. Во все остальное, да блин, вообще погода кайф. В Израиле. В Израиле зимой нормально, плюс 15, плюс 10, 0 бывает. Ну, это редко прям 0. Плюс 5 где-то. Вот. Но холодно, холодно. Потому что дожди постоянно льют. И могу отметить то, что получается летом плюс 40. Ну, как мне сказали, если ты еще плюс работаешь в помещении, особенно если заводы, то там, ну, они не вентилируемые, не обдуваемые, ну, заводы. Вот. То там можно прям охренеть. Прям летом можно охренеть. Жара просто неимоверная. Там плюс 40. Вот. Все остальное время по кайфу в Израиле. Все остальное время по кайфу. Вот лето в овощи жопа. Вот. Зарплаты. Зарплаты, я говорил, могу лишь отметить, что зарплаты в Израиле выше, зарплаты в Корее ниже. Вот, друзья. Поэтому вот такое вот сравнение. Если что-то я недосказал, может быть, на что-то внимания не обратил, не сделал акцент, то напишите в комментариях ваши вопросы, какие вас еще интересуют. Может быть, выйдем в прямой эфир и сделаем какой-то доп-разбор, да. Также я прошу написать тех, кто был в Израиле и в Корее, возможно, подтвердить какие-то мои слова, опровергнуть, потому что я тоже не панацея. Может быть, что-то, ну, я как бы со своей колокольни, да, обозначил, может, у вас какое-то другое мнение. Буду признателен за все ваши комментарии. И самое главное, что вы будете оказывать помощь людям, которые будут их читать и будут разбираться в этом. Ну, я хочу лишь сказать только то, что подписывайтесь на мои телеграм-каналы, это работа в Корее, работа в Китае, просто на мой инстаграм-аккаунт. Пишите мне, я вам помогу уехать в Израиле или в Корею. Скоро начнется работа, закончится коронавирус. Мы все с вами поедем там либо в Израиле, либо в Корею, либо в Китай. Поэтому, друзья, пишите мне сообщения, буду рад ответить на них. И как только все это закончится с этим вирусом, я всем вам помогу уехать на работу. Поэтому, друзья, те, кто там меня потерял, кому я не ответил, знайте, что все равно я всем помогу. Спасибо большое за просмотр. Буду ждать ваших всех этих наставлений, советов, рекомендаций. Ну, а на сегодня это все, друзья. До свидания. 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 Субтитры создавал DimaTorzok